Пришло время подвести некоторое резюме про шаблоны. На прошлом слайде мы выяснили, что шаблоны необходимо определять в заголовочных файлах. Однако с точки зрения стиля не очень хорошо, что объявление перемешано с определением. Поэтому большие шаблонные классы стараются разделять на объявление класса и его реализацию. Иногда это делают в рамках одного заголовочного файла, а иногда разбивают на два. В таком случае большой шаблонный класс разбивается на заголовочный файл с его объявлением и определением. Например, если мы определяем шаблонный класс массива, то его объявление можно положить в заголовочный файл array.hpp, а его определение вынести в другой заголовочный файл array.imple.hpp. Для того, чтобы для использования данного класса было достаточно подключить только array.hpp, заголовочный файл с реализацией, то есть array.imple.hpp добавляется в конец файла array.hpp при помощи директивы include. То есть в конце файла array.hpp мы пишем include array.imple.hpp. Таким образом, при подключении файла array.hpp мы подключаем также и файл array.imple.hpp. Теперь давайте пройдемся по некоторым принципиальным моментам, которые касаются использования шаблона. Важно помнить, что частичная специализация и шаблонные параметры по умолчанию есть только у шаблонов классов. Для шаблонных функций подобное поведение реализуется при помощи перегрузки шаблонов функций. Зато у шаблонных функций есть возможность вывести значение шаблонных параметров при вызове. То есть если при вызове по типам аргументов, которые переданы функцию, можно однозначным образом вывести значение шаблонных параметров, то компилятор может это сделать за программиста. Более того, мы научились эмулировать подобное поведение для шаблонов классов при помощи шаблонов функций. Мы также обсудили разницу между перегрузкой шаблонной функции и полной специализацией шаблонной функции. И пришли к выводу, что предпочтительно использовать перегрузку, потому что специализация шаблонных функций имеет некоторые ограничения, и иногда она может просто не вызываться. Еще один тонкий момент, связанный с полной специализацией, заключается в следующем тезисе. Полная специализация шаблона не является шаблоном. Для шаблонной функции это означает, что полная специализация шаблонной функции не является шаблонной функцией. Поэтому, если мы такую полную специализацию шаблонной функции определяем в заголовочном файле, то мы должны явным образом описать ее как inline. либо разбить на объявление в заголовочном файле и реализацию в cpp-файле. Для шаблонов классов это означает, что полная специализация шаблона класса не является шаблоном класса, а значит она компилируется как обычный класс. Использование объектно-ориентированного программирования и шаблонов довольно ограничено. Дело в том, что виртуальные методы, конструктор по умолчанию, конструктор копирования, оператор присваивания и деструктор не могут быть шаблонными. Поэтому использование шаблонов в объектно-ориентированном программировании так и ограничено. Ну и закончить наше резюме хочется общим стилистическим советом. Используйте TypeDef для длинных шаблонных имен. Если вы будете довольно много использовать шаблоны, то среднестатическое имя в вашем ходе будет 50 символов. Для того, чтобы не таскать полное название шаблона за собой, используйте TypeDef, но при этом придумывайте разумные имена для шаблонных классов.